Девушки отдыхают В самом интересном месте Говорил же Матроскину, что антенну менять пора А на что? Может, ты, Шарик, знаешь дерево, на котором антенны бесплатно растут? Как же мы теперь мамину выступление вечером посмотрим? Давайте попробуем старую антенну починить Таматама Вера Павловна, ну как же так? Одна Таматама у тебя Ну-ка, скажи «мама» Таматама Есть! Открутил! Молодец, дядя Федор! Шарик, с этой веревкой ты похож на собаку, которой очень большая будка! Ничего ты не понимаешь, это страховка Так все верхолазы делают Между прочим Шарик, поворачивай антенну Надо сигнал поймать В Воронеже 16 В Простоквашино Плюс 25 Ура! И зря говорят, что телевидение вредно для здоровья Вот, Вера Павловна, твои любимые Мама приготовила Таматама Нет, это место для мамы Таматамы А там Для Таматамы Нет, но это уже Слишком Бесполезно Ваши антенни уже раки поселились Зимовать готовятся Теоретически На машине мы еще в магазин съездить успели Это что? Наша машина была? Ага А за рулем была наша мама Теоретически Ты что? Моя косметичка? Это мамина А для тебя, Вера Павловна У меня есть подарок И для тебя, Таматама Тоже есть подарок Пойдем, Вера Павловна Мама Тебе сказку почитает Это чтобы лучше видеть тебя, деточка Вера Павловна Опять с Таматамой Таматама 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 Мама! Да! Мама! Тама-тама, ты слышала? Она сказала «Мама!» Мама! Начинаем большой праздничный концерт, посвящённый Дню работников леса! Вера Павловна, скажи ещё раз! Мама! Ура! Ура! Так держать, Вера Павловна! А ещё я хотела сказать, что клетка нам больше не нужна! А вот здесь ты ошибаешься! Шарик, никакой не балбес! Я ведь уже давно на канал подписался, чтобы новые серии не пропускать! И ты скорее жми на кнопку, чтобы стать нашим лучшим другом! Не понимаю, кому в голову пришла эта безумная идея построить тут дом? Не претендуя на объективность, дорогая, но кажется, это была ты! Да, мам, ты ещё и место сама выбрала! Допустим! Но я три года мечтала об идеальном доме, а тут всё ещё развалины! Помпеи! И бегают мыши! Это землеройка! Они ж безобидные! Дорогая, у меня через неделю закончится проект по автоматизации систем исчисления, и я сразу же… Нет! Хватит! Никакого дома я больше не хочу! Ну, мам! Здесь так классно! А мне не классно! Помешались все на этом простоквашины! Ну, мам! Никаких, ну, мам! Одичали тут совсем как Маугли деревенские! Спасибо, хоть на луну по ночам не воите! Всё, дядя Фёдор, собирайся! Мы возвращаемся в город! Так, ребята, не волнуйтесь, я это как-нибудь улажу! Дорогая! Думаешь, уладит? Не уверен! Надо самим действовать! Нужно маме дом построить, о котором она мечтала! Не, братцы, сегодня помочь точно не смогу! Хатку сорвало! Мне тут неделю воланнуться, не меньше! Ясно! Острых материалов у тебя, случайно, нет? Есть немного! Но! Они на хатку уйдут! Извиняйте, братцы! Ладно, Бобёр! Извини, что отвлекли! Дорогая, давай остынем и всё обсудим! Чтобы остыть, сначала нагреться надо! А здесь лето короткое, как эсэмэски дядя Фёдора! И вообще, мне здесь не поётся! Ну, ты же сама видишь, детям здесь нравится! А мне хорошо! Там, где шезлонги в ряд, коктейли цвета заката и плюс двадцать семь! В тени! Там! Там! Вера Павловна, что там у тебя? Там! Светлячок! Очень красиво! Дорогая, но мы же не можем так вот взять и переехать на море! Почему нет? Присмотрим летний домик! Спасибо за отличную мысль, дорогой! Пожалуйста! Но... Всё-всё-всё! Купе забронировано! Ты не видел, где моя соломенная шляпка? Вообще-то я для навеса доски готовил! Но для друга всегда пожалуйста! Другу сейчас и лишние лапы не помешают! Давай, Матроскин, помогай грузим! Что это ты, Шарик, раскомандовался? Хотя это я тебе зарплату плачу! А я для друзей всё бесплатно делаю! По доброй воле! Эх ты, растяпа! Это тоже по доброй воле сделал? Дневной ногой псу под хвост! А чего ты бидон на дороге поставил? Не видишь, я тут делом занимаюсь! Я здесь тоже не фонарики закручиваю! Не ссорьтесь! Надо дело делать! Времени мало! Ладно, друзья, отбой! Эх, досок маловато! И времени тоже! Мы хотя бы попробовали! Эх, дядя Фёдор! Фёдор, уедешь ты теперь от нас на море! А когда вас в следующий раз ждать? Этим летом? Или уже в следующем? В следующем! Я дядю Фёдора в этом году в лагерь записала! Я в лагерь не поеду! Тебе понравится! Ну всё! Прощай, Простоквашина! Подождите! Это... Что за чудо? Это же светлячки! Они молоко пьют, которое шарик на доске пролил! Там за небоскрёбами В двух часах от города Встретит нас волшебная страна! Нежности и радости полна! Приглашает в детство нас одна! Когда беда совсем не беда! И мама с папой с тобой всегда спит на подушке Любимый Мишка В руках ватрушка, в часах пупушка В жизни не найти на всё пути Место крошено, просто крошено Края на планете лучше нет! Это наше детство с нами по соседству Это наше детство С нами по соседству Мимо дни и ночи Погоды всё короче Из календарей Из календарей летит листва Если вера в чудо в нас жива Время есть Время есть всегда для волшебства В жизни не найти на всё пути Место крошено, просто крошено Края на планете лучше нет Это наше детство С нами по соседству Это наше детство С нами по соседству Место крошено, просто крошено Наше детство С нами по соседству Место крошено, просто крошено Сами по соседству Так я и занимаюсь. Учусь характером по лицу читать. О! Шарик, ты балбес! У тебя на лбу написано. Только польза от этого какая? Тоже мне читатель. Ура! Ой, Вера Павловна, это ты выше стала или я ниже? Ну, что у вас тут новенького? Я по лицам учусь читать. Вот у вас подбородок волевой, значит, вы человек с характером. Что есть, того не отнять. Надо бы сумки разобрать. Уже бегу, дорогая. Шарик, по-моему, твоя теория не работает. Всё работает. Вон, у Веры Павловны лицо круглое, значит, талантливое. Так что же мы стоим? Действительно, лучше пойти прилечь. Ну, ты лежи, если хочешь, а я буду талант нашей дочери развивать. Это какое, интересно? А вот это нам и предстоит выяснить. Вера Павловна, повторяй. МИ МЕ МА МО 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 МИ МО 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 М МО 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 МНО МО 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 М Значит, не потанцуем. Какой же у тебя талант? А ты в сторонку отойди, дорогая, и понаблюдай. Детям свобода нужна. Пап, лучше ты в сторону отойди. Дядя Фёдор, может быть, ты знаешь, какой у твоей сестры талант? Ну, она рисовать любит. А ещё мне на кухне помогать. И строить. Эти, как их, забыл. В общем, строительный у неё талант есть. Вот сейчас мы Веру Павловну на все эти таланты и проверим. Вера Павловна, ну как же так? Похоже, в Простоквашино мы все твои таланты только закапываем. А у нас прекрасная новость. Мы с папой нашли для Веры Павловны развивающий детский сад прямо напротив дома в городе. Мам, ну зачем ей сад? Вере Павловне в Простоквашино хорошо. Там ей будет лучше. И вообще, мы всё уже решили. Интересно, кто это мы? Ну что, Вера Павловна, поехали. Что ещё за фокусы? Вера Павловна, так это ты делаешь. Управляемый чемодан. Ничего себе. Похоже, у нас в семье изобретатель растёт. Так вот он твой талант. Изобретатель. Эх, а я на кулички ставил. В кого же она такая? Есть у неё один учитель. Става, Става! Ну так что, мы куда-нибудь едем? Ура! Вер Павловна остаётся. Дядь Фёдор, ну-ка, дай руку. Такие длинные пальцы обычно у великих пианистов встречаются. Тсс, Шарик, я же барабанщик. М-м-м. А? Что это? Мама, папа, что вы тут делаете? Дядя Фёдор, а мы хотели вам сюрприз сделать. Какой сюрприз? Новая машина? Это не наша машина. Это автоклуб. Как концертный зал, только на колёсах. Здесь наша мама выступать будет. Вы меня только по телевизору смотрите. А сегодня я сама к вам приехала. С концертом. Ой, как Вера Павловна обрадуется. И Шарик с Матроскиным тоже. Дядя Фёдор только ничего им не говорит. Пусть будет сюрприз. Мам, никто ничего не узнает. Обещаю. Смотрите, смотрите. Знаете, кто такие круги оставляют? Это пришельцы. Они сюда на своей этой такой тарелке прилетели. Шарик, ты ещё скажи, что чайники летать умеют. Матроски. А вдруг и правда пришельцы? Вот именно. Они нас по этим знакам из самого космоса увидят. Прилетят, коров заберут и всю твою ферму в придачу. Ой, Шарик, угомонись. Иди лучше валерьяны нарыви. Там же коровник им растёт. Иди лучше валерьяны нарыви. Не надо. Я схожу. О, ты куда, Шарик? Так вот же следы. А вдруг эти? Пришельцы. Шарик, я только что оттуда. Никого там нет. О, слыхал? Да это я кашляю. Что-то здесь не так. Дай-ка я пойду посмотрю. Смотри, пришельцы. Где? Где? Ну, как тебе? Прекрасно. Тут такой выбор фильмов. Может, комедию после концерта покажем? Ну, или книгу почитаем. Вот, например, Василиса Прекрасная. Здравствуйте, дядя Печкин. А мы вас за пришельца приняли. Я к вам в гости, а вы обзываться. Да вы не обижайтесь. Мы здесь реальных пришельцев поймать пытаемся. Шарик, сколько раз тебе говорить? Нет никаких? Ах, пришельцы! Надеюсь, никто ничего не заметил. Батюшки! Друзья, что бы это ни было, но я свою ферму не отдам. Вы со мной! Стойте, вам туда нельзя. Не могу сказать, почему просто нельзя. Всё ясно. Дядя Фёдора уже обработали. И теперь он с этими пришельцами заодно. Вера Павловна, нет! Сюрприз! Мама! Здравствуйте, мои дорогие! Как же я соскучилась! Дядь Фёдор, ну что ж ты сразу не сказал, что родители приехали? Если бы я вам сказал, это был бы не сюрприз. Шустрый привезёт грузовичок в каждую деревню, город и село. Даже в самый дальний уголок. Книги, танцы, музыку, кино. В мире столько разного. Смотри, смотри, береги прекрасные, новое твори. В мире столько разного. Смотри, смотри, береги прекрасные, новое твори. Смотри, смотри, береги прекрасные, новое твори. Смотри, смотри, береги прекрасные, новое твори. Новый мир. Откройте для себя. Чудеса учитесь сами создавать. Следуйте, куда зовёт душа. И талант не бойтесь раскрывать. В мире столько разного. Смотри, смотри, береги прекрасные, новое твори. В мире столько разного. Смотри, смотри, береги прекрасные, новое твори. Пришельцы! Чур меня, чур! Шарик, ты со мной? Бери фотоаппарат, здесь срочное дело Матроскин, смотри, получается Нет времени на клоунаду Матроскин, тут не один ты делом занят У других тоже свои интересы существуют Существует, Шарик, только то, что приносит пользу От колеса твоего какая польза? Такая польза, что этот цирковой номер будет Мы вечером во дворе аттракцион устроим Давай с нами, Матроскин Некогда мне дяде Фёдор фокусы разучивать Я к конкурсу фермер года готовлюсь Пошли, Шарик Завтра печкин газету принесёт Вот, а на первой полосе я с бурёнками А откуда ты знаешь? Ты не победил ещё Да я и в конкурсе фермер мира первый приз возьму Главное создать правильный образ Ну, пошли в коровник позировать Теперь, Шарик, самое главное Фермер мира без коров не бывает Курёнки прекрасны Ну и я тоже Ты, главное, всё не испорти своими фотографиями Караул, обворовали Вера Павловна, ты их видела? Там у дома? Ну, похитителей Ти-тюй Катастрофа Похитителей Средь бела дня Увели Что случилось, Матроскин? Коровы исчезли Только что были А потом раз и нету Успокойся, Матроскин Ну, не могли же они исчезнуть Коровы не иголка с того сена найдётся Может быть, ты смотрел невнимательно? Да как же невнимательно? На дворе нет Коровники нет Не сквозь землю же они провалились Ай, Вера Павловна, не дай игр мне сейчас У меня корову или... Да Нашлись! Ах, вы проказницы! Я уж думал, всё, осиротел! Что такое? Нарисованные? Это что за шутки? Так, товарищ Печкин Нужно срочно дать объявление Во все газеты О пропаже коров А у этого гражданина С велосипедом Разрешение на осуществление Почтовой деятельности Спрашивали? Одни картинки кругом Не поговорить Не обняться Тьфу! Вот, и я так думаю Тьфу! Ааа, самозванец И нос снимай Так что у вас тряслось? Катастрофа стряслась Коровы мои, тю-чу! Совсем вы со своими коровами рассудок потеряли Вот же они Теперь про меня точно в газете напечатают Посмешище года Животного без животных Пошли, матроскин Вместе твоих коров поищем Веди нас, Вера Павловна Тома, Тома Тома, Тази Ааа, ура, нашлись Настоящие Незарисованные Эй, надо же Грубый Олимпийский А теперь гвоздь программы Неподражаемая пара художников и жанистов Вера Павловна и Тома, Тома Номер с исчезновением Ой Вера Павловна А он точно по наружку исчез? Я бы на вашем месте Недвижимое имущество застраховал От любых фокусов А что? Похож А главное, молчи Мама, папа Ну вот, а ты расстраивалась, что культурной жизни в провинции нету БПТ Большой Ростоквашенский театр Браво, браво Коллега, а буфет у вас где? Ой Мама, папа, павловна